Мария, добрый день! Спасибо, что пришли на это интервью и поделиться опытом использования видеопроекций в организации мероприятий. Расскажите, откуда узнали про Погумакс и как вообще начали использовать проекции на мероприятиях. Добрый день! Рада с вами познакомиться. Я работаю организатором уже довольно давно, но вы понимаете, что рынок все время требует каких-то обновлений, новых номеров, новых артистов. Я долго думала, что такое можно создать, чем можно удивить еще людей. И вот у меня возникла такая идея, я на Евровидении видела вот это вот необыкновенное шоу. Начала гуглить и нашла вашу программу, посмотрела, изучила, связывалась с вашим менеджером и, в общем-то, меня все устроило, я ее приобрела. Это было уже четыре года назад, да? Да, верно. Как развивалась ваша деятельность, как начали использовать? Расскажите про опыт использования, кто был, не знаю, первым клиентом, как отреагировали гости, какие были эмоции у людей, какие были эмоции у вас? Ну, изначально я планировала делать шоу-торты и на платье невесты. Тоже интересный номер, когда невеста делает подарок своему жениху, то есть она может петь, она может читать признание в любви, и в этот момент под лирическую музыку у нее на платье идет какая-то проекция. Но почему-то она не заинтересовала так сильно, как торты. Вот торты пошли хорошо. Но я, конечно, долго пыталась как-то их продвинуть на рынок, но реклама была, то есть у блогеров я провела мероприятие, и ко мне пришло очень много целевой аудитории, организаторы обо мне узнали, и таким образом начали заказы. То есть сперва был такой рекламный ход, пойти провести блогеру, возможно, бесплатно или за бартер, чтобы... Бесплатно, да, то есть, да, 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 то есть они меня пригласили, поработайте у нас, они были кондитерами, и пригласили меня данным бартером. Вы у нас делаете шоу, а мы сделаем вам рекламу. Я даже не думала, что они настолько популярны, потому что, конечно, пришло ко мне очень большое количество людей после них, ну и заказов, соответственно, тоже. Были ли какие-то майлстоуны или какие-то шаги за эти четыре года, что, допустим, у вас был какой-то один спектр услуг, потом появилось что-то новое? Сохраняется ли интерес к проекциям на торт сейчас? Ну, во-первых, я проекции на торт постоянно оттачиваю, то есть мне нужно было продумать с этими тортами. Проекции, создание контента — это одно, вы же понимаете, ваша программа, она как скрипка для скрипача, это лишь инструмент, а самое главное — это работа на площадке. То есть здесь важно всё, то есть размеры торта, на каком расстоянии находится от торта проектор, как его закрепить, в какое время обрисовать, чтобы не было вот этой грязи, как чётко попасть, потому что начинаются там различные недоразумения во время мероприятия. Расскажите тогда, как проходит мероприятие, и какие сложности возникают при создании проекции через нашу программу? Ну, по поводу создания видеоконтента никаких сложностей. То есть мне очень нравится, что можно, во-первых, пользоваться вашим визуалом, вашими футажами, которые есть в программе, но когда ты работаешь с VIP-клиентами, они, как правило, хотят индивидуальности, то есть размещение их логотипа, размещение их фотографий, размещение их цветовой гаммы, допустим, голубой, синий. Мне приходится всё равно использовать какие-то сторонние программы. Давайте поговорим о том, сколько стоят ваши услуги, как вы продаёте проекционное шоу на торт. Ну, я хотела бы сразу отметить, что я работаю с VIP-клиентами. Почему? Потому что торты изначально наши большие, на маленьком торте проекция не смотрится. Мы делаем большие торты, то есть они метровые, то есть ширина минимум 40 и высота. Метр, там даже больше метра иногда. Поэтому представьте, человеку заказать такой большой торт, но мы ещё тоже хитримы, то есть у нас где-то фальши ярусы, где-то съедобные, то есть по-разному. И плюс ещё, ну то есть заказать такой торт большой, это, в общем-то, дорого, а тут ещё и проекция сверху. Поэтому с такими бюджетными свадьбами мы не работаем. Мы работаем только с какими-то крупными компаниями или VIP-клиентами. По стоимости, ну в среднем где-то 200-250, 300-350, если это новогодние праздники. Так, это вы в какой валюте назвали? Долларов. 200-300 долларов за мероприятие. Берите среднюю цену, где-то 250, 250 где-то так. Но это имейте в виду, что я, в общем-то, весь контент делаю сама. То есть весь контент создаю сама, то есть не приглашая кого-то там из подрядчиков. Если кого-то приглашать, то ещё там надо будет добавлять. А какой бюджет свадьбы? Кого можно назвать VIP-клиентами? И можно ли ещё как-то по-другому выделить целевую аудиторию? То есть кто чаще заказывает? Это просто в зависимости от бюджета свадьбы, они решают заказать, что если у клиентов есть деньги, и они вкладывают достаточно денег в проведение мероприятия. Либо, не знаю, больше молодые заказывают, или наоборот, более взрослая аудитория. Или ещё какие-то критерии, как важно определить, кто является целевой аудиторией? Бюджет свадьбы я не знаю, потому что я не организую их. Я выступаю как подрядчик. Но, судя по всему, там, наверное, от 30-ти, от 50-ти тысяч долларов. То есть вот такие вот свадьбы. Ну, на свадьбы попроще мы тоже ездим, если очень хотят там ребята. Ну, конечно, мы можем и скидку сделать. Но, честно говоря, это достаточно сложно. То есть создать видеоконтент — это одно, а сама работа на площадке — это очень-очень энергозатратно. То есть именно вот эти нюансы касательно программы, когда нам нужно... Нам дают буквально 15 минут, чтобы... На подготовку всего, да? Да, на подготовку всего. То есть мы договариваемся, чтобы у нас была обязательно подготовка. 15 минут нам нужно торт быстренько отвести, всё включить, проверить, чик-чик-чик-чик, и мне уже всё, всё, гости уже заходят. И это всегда стрессово для меня. А бывали разные ситуации. Бывают гости заходят и задевают торт, понимаете? А у нас отстроено там всё сантиметр-сантиметр. Или, допустим, ведущий решил симпровизировать, а у нас уже всё отстроено. А ведущий решил симпровизировать и вызывает из зала какую-нибудь девушку. А девушка весёлая, тоже этот торт решила крутануть. Ну, то есть вот такие моменты, понимаете? И всегда стоишь, думаешь, боже, ну не дотрагивайтесь вы до него, всё время трясёшься. Хотя мы льва раз предупреждаем, не трогайте. Есть ли опция использовать проекторы, если они есть в банкетном зале, где проходят мероприятия? Ну, точно нет, потому что они крепят его на потолок, и он светит прямо, а нам надо регулировать на торт. То есть нет, мы работаем со своим проектором, он меня устраивает, я знаю его мощность и не хочу. То есть я его берегу, это мой дружочек. Поэтому нет, я только со своим оборудованием работаю. У нас всё своё. И провода, и штативы, и всё своё. Сколько у вас заказывают таких мероприятий? Как часто они проходят? Приходят ли заказы от партнёров, то есть организаторов свадеб, которые вас уже знают, или приходят к вам напрямую клиенты и заказывают эту услугу? Ну, как показывает практика, в основном организаторы, потому что, опять же, люди, у которых есть бюджет, они не будут заморачиваться. Они просят организатора предоставить им сценарий свадьбы. Она вот предлагает, вот есть такое торт, а есть торт, там, шоу-торт. Ну, то есть вот так. Сами невесты очень редко приходят. Если у них нет денег на организатора, то на шоу на торте у них точно, скорее всего, нет. А повторно, конечно, приходят. А по поводу количества заказов, вы знаете, волнообразно. То есть бывает прям вот много, а бывает тишина. И хорошая тенденция сейчас торты стали делать на новогодние корпоративы. Такого не было раньше. Раньше, ну, не было сладкого на корпоративы. А сейчас крупные компании, ну, это смотрится эффектно. Мы делаем огромный торт, мы делаем там логотипы на нём, мы делаем там фотографии их руководства, в общем. И, ну, классно смотрится всё это по торжественной музыке, в общем, финале. Ну, у меня там уже всё продумано. А какие методы используете для продвижения? То есть у вас уже есть сарафанное радио, как я понимаю, да? Делаете ли какую-то дополнительную рекламу? Ну, конечно, у меня есть социальные сети, да, где я выставляю все свои работы. У меня есть промо-видео, качественно записанное. Ну, да, иногда там использую таргетированную рекламу. Но в основном я работаю в Белоруссии, потому что, ну, куда-то ещё ездить это достаточно сложно. Хотя на российский рынок я бы тоже хотела выйти. Потому что до Москвы тут, в принципе, не особо далеко. Мы сами из Минска. Если говорить про работу с проекцией, вы делаете заранее весь контент, то есть у вас уже заготовлен он в программе, да, на месте вот эти 15 минут вы используете для того, чтобы выставить проектор, значит, направить его на торт, обвести торт, да, и прорепетировать, возможно, за эти 15 минут, что всё будет работать. Да, или какая ещё подготовка у вас происходит к мероприятию обычно? Ну, обычно за неделю мне присылают какие-то материалы, там, фотографии, логотипы, какие-то пожелания, как это должно быть. Но у меня, как у специалиста, уже есть видение, я уже знаю, какую музыку подобрать. Вы же понимаете, что музыка, у меня не просто там вот проекция идёт 20 минут одна. Нет, у меня там на сильную долю смена идёт, на слабую, там, другая. То есть я всё сижу, это продумываю. Правильно понял, что это у вас основное направление, или у вас есть ещё другие свадебные услуги, то есть это у вас идёт в дополнение? Да, ещё у меня есть девочка-скрипачка, она играет на скрипке, различные каверы. Мы её предлагаем, как навстречу гостей. Да, то есть она, пока гости собирается, фуршетная какая-то зона, мы её выставляем. Опять же, это нужно всё делать заранее, её обрисовать надо, потому что ей двигаться нельзя, это статика. И ещё у нас появилось тоже новое направление, группа танцоров профессиональных, и у них есть номер с большим шаром белым. И вот, когда они этот шар полтора метровый поднимают наверх, мы тоже запускаем проекцию, на котором, ну, тоже там, логотипы можем запустить, там, фотографии, если ты юбилей, ну, вот такого плана. То есть, в принципе, ну, вот три направления. Иногда просятся там на стены, но я не вижу смысла, фишка-то в чём программы по ГУМАКС? Это обвести любой геометрический, правильно, объект и транслировать видео на него. А на стену, ну, это просто любой проектор справится. Вообще, я считаю, что с этой программой можно включать фантазию и придумывать что угодно. То есть эта программа, она позволяет организаторам, да, просто проявлять фантазию, это же можно и на машину, и на инструмент, и, я не знаю, на крылья ангела, там, ну, когда там показ мод идёт, ну, то есть всё, что угодно. И большой плюс, что, ну, нету габаритного какого-то оборудования, потому что, когда используют мейпинг на зданиях, то есть это там огромная габаритная техника, которая стоит огромных денег, а мы мейпинг с вашей программой, с помощью вашей программы сделали более камерным, в закрытых помещениях, да, то есть в каких-то залах. Да, я хотел прокомментировать, что когда просят проекции на стены, обычно намного большим эффектом обладают, когда используются несколько проекторов, и они уже крепятся под потолок статично, и можно создать панорамную проекцию, где несколько стен, широкая проекция, единое пространство, да, тогда это создает такой огромный вау-эффект, что, о, вау, здесь все такое, можно любую атмосферу создать. Вот, если же использовать один проектор, то действительно лучше использовать какие-то подсветки небольших объектов, либо одну стену целиком, да, засветить, но опять же на мероприятии не всегда это может быть удобно, если проектор где-то будет стоять на этом мероприятии, да, проще, когда он монтируется под потолок, и может быть незаметным для людей. Ну да, да. Ну вот LED-экраны, например, выполняют такую же функцию, они получаются более яркими. Но я не знала о вашей такой функции, что можно сшивать экраны, но я, честно говоря, её ни разу не использовала. Вот у меня был один заказ, ну просили люди сделать проекцию на столы. Ну они просили, вот представьте, 10 столов, и как? Вот я вот думала-думала, ну как? Ну вот как мне сделать? Ну над каждым столом один или два проектора обычно делаются. Ну вот, видите, я так подумала, что, наверное, в их бюджет запрос, ну я не смогу реализовать его. Да, а расскажите про курс, который вы планируете сделать, или он у вас уже работает, какая его задумка, кого и чему хотите обучать? Ну, дело в том, что мне пишут люди, мы хотим так же, научите нас, подскажите, что и как вообще. Вот мне написала девочка из Сочи, говорит, приобрела программу Погу Макс, но мне не хватает технических знаний. То есть классно, что у вас есть уроки, это супер. То есть с помощью ваших видеоуроков можно как-то функционально разобраться. Но я не хочу учить людей работать в программе Погу Макс, я хочу людей научить, как с помощью программы Погу Макс создать шоу на торте, на платье, то есть какое необходимо оборудование, на каком расстоянии всё ставить, как работать на площадке, как всё успевать, отмечать точки. Ну то есть вот это вся технические моменты, которые я уже все хорошо знаю, уже шишки набиты у меня, уже миллионы, то есть раньше я расстраивалась, вот сегодня вот мы тут ошиблись. А потом я поняла, что нужно это же мне на будущее, в следующий раз я это учту. И всё, и таким образом мы совершенствуемся. Ну вот пока в разработке, пока вот я думаю, как и что, в общем, расписываю, но запросы поступают. Так, хорошо. Есть ли ещё какие-то идеи обсудить или что хочется поделиться с зрителями, потенциальными клиентами на видеопроекции, либо с организаторами свадеб? Я считаю, что это очень эффектное и яркое шоу. Ну, действительно, когда люди видят всю эту красоту на торте, визжат, кричат, восхищаются, мурашки по коже, то есть к нам после шоу подходят и выражают огромную благодатность. Это было восхитительно, это было невероятно, понимаете? То есть эффект действительно потрясающий. Поэтому я предлагаю организаторам обратить внимание на шоу-торты, на шоу-любках, то есть можно закрыть очень много-много хороших программ вот с помощью номеров подобного рода. Ещё вот хотела для людей, которые хотят приобрести программу, чтобы они не переживали, что не обязательно быть каким-то супер, я не знаю, видеоинженером или там айтишником, что программа по ГУПМАКС очень интуитивно понятная, в ней разберётся даже подросток, действительно, просто сесть, пройти эти уроки все, ну а в дальнейшем, если вы захотите уже воспользоваться моим опытом, как человека, который уже практикует, то добро пожаловать на мои курсы. Спасибо большое, Мария. Желаю вам успешно запустить этот курс, подготовить специалистов, которые начнут свой бизнес или разовьют текущий в организаторской сфере, в организации мероприятий. Вот. Мы будем работать над программой, выпускать новые версии, новый контент. Вот. Спасибо за обратную связь. Будем стараться. Редактор субтитров А.Семкин